К этим переживаниям был долгий путь, и Бог готовил меня всю мою жизнь, чтобы я мог войти в это, но я оглядываюсь назад и вижу множество указателей на моем пути, которые указывали направление, в котором действовал Бог. И часто, когда мы проходим через что-то, мы не можем по-настоящему увидеть, что происходит, почему это происходит. И мы можем быть эмоционально настолько вовлечены, что нам трудно прийти к месту, где мы сдадимся. Но на самом деле, когда я оглядываюсь назад и вижу так много встреч, которые теперь я понял, были частью процесса. В то время это были просто замечательные переживания, но они не были случайными. Бог отправил меня в путешествие, которое способствовало этому чудесному союзу. Так что у вас могут возникнуть вопросы, и их стоит задать. Ты знаешь, где находятся мои врата первой любви? Где находится сад нашего сердца? Где находится танцпол? Где находится комната для купания? Где находятся эти места в буквальном смысле? Ты знаешь, что есть переживания, которые ты можешь испытать. И ты знаешь, что сад нашего сердца, и я расскажу об этом подробнее, когда мы действительно поговорим об этом, это то, что описывает нашу душу и то, как Бог хочет вовлечь нас в это. Так что я думаю, что в каком-то смысле они являются символическими, но в то же время они являются местами взаимодействия в пространственном смысле внутри меня и внутри каждого из нас, что имеет отношение к духу и душе, которые накладываются друг на друга. Так как же вовлечение в них связано с этим процессом единения? Ты же знаешь, что происходит? Что делает Бог? И что это делает с нами? Так вот, мой опыт Откровения был постепенным. Он не начался с того уровня, на котором я нахожусь сейчас. Я бы не смог справиться с этим. Так что наши отношения углубились. И по мере того, как я продвигался в этих отношениях, я все больше и больше понимал, кто такой Бог, и все больше и больше понимал, кто такой я сам. Так вот, Откровение 3.20. Вот, я стою у двери и стучу. Если кто-нибудь услышит мой голос и откроет дверь, я войду к нему и буду обедать с ним, и он со мной. Конечно же, я истолковал это как опыт спасения. Бог находится вне каждого из нас, и он стучится и просит каждого из нас открыть дверь, чтобы он мог войти в нашу жизнь. И он обращается ко всем. И если они смогут услышать его голос, возможно, они откроют дверь. Но я понял, что это не потому, что в Откровении говорилось о церкви. Это говорилось о церкви или семи церквях. Так что это не обращение к людям, которые не знают Бога, это обращение к людям, которые знают. Теперь, в конечном счете, вы могли бы сказать, что это обращение к людям, которые не знают, но не извне. Это не внешнее переживание спасения, а внутреннее, когда вы наполняетесь и переполняетесь жизнью. Так что если Бог находится в каждом из нас, и он хочет, чтобы каждый из нас испытал его, то он стучится. И на самом деле, вместо того, чтобы сказать «Открой дверь и выпусти меня», ты знаешь или «Впусти меня» таким образом, он по сути говорит, что я нахожусь в твоем духе. «Впусти меня в твою душу и тело. Позволь мне наполнить тебя. Позволь мне разделить с тобой жизнь, в чем и заключалась суть ужина». Это была очень интимная вещь, ужинать с кем-то, так что мы можем ужинать с ним, и он с нами. Есть это совместное разделение жизни, ты знаешь, но это не значит, что он находится снаружи нас, это значит, что он работает внутри нас. Так вот, когда Павел испытал свет вокруг себя, его откровение состояло в том, что Богу было угодно открыть своего сына во мне, уже в нем. И это откровение пришло, именно тогда Павел фактически открыл дверь, чтобы поприветствовать Бога, который уже был в нем, чтобы наполнить его и вовлечь его душу. Потому что Бог работал в его духе, а Павел сопротивлялся этому из-за своего настойчивого стремления следовать своему собственному религиозному пути юдаизма. А теперь он отказался от этого пути и вступил в отношения, которые открыли совершенно иную сферу знаний, опыта, понимания того, кем был Бог. А затем Павел проповедует это удивительное послание Бога язычникам, это послание включений мистического союза. Ты знаешь, когда я впервые услышал термин мистический союз, я был категорически против этого. Я был так запрограммирован на традиционное представление о спасении. Когда мой друг посоветовал мне прочитать книгу Джона Краудера о мистическом союзе, я был в ужасе и так и не прочитал ее. Но в течение ряда лет Бог начал показывать мне, что такое мистический союз. И тот факт, что он сделал в завершенной работе Христа и послании благодати, к которому я теперь полностью присоединился. И ты знаешь, у меня была привилегия на самом деле несколько лет назад снова встретиться со своим другом, которого я не видел несколько лет, и поделиться с ним, как мне было жаль, что я отвергал его послание. И хотя у нас сохранились отношения, и мы проработали это, так что это не было проблемой в наших отношениях. Я не получил истину, которая могла бы помочь мне за несколько лет до того, как это произошло. И я поделился с ним, как он был частью моего путешествия, даже несмотря на то, что в то время он, возможно, думал, что я отвергаю его. На самом деле, в моем сердце уже было это семя, точно так же, как и в сердце Павла, что Богу было угодно открыть в нем своего сына. И я тоже открыл эту реальность. Итак, для начала я считаю, что хорошо бы регулярно открывать эту дверь ежедневно по своему выбору. Это выбор сказать, что я открываю, я приветствую тебя в себе и вовлекаю тебя в этот удивительный роман «Первую любовь». Так что я на самом деле не понимал, что такое первая любовь. И, конечно же, даже тогда я не знал, что происходит, но именно здесь я знаю, что Бог привел меня. Так что, чтобы испытать первую любовь Бога ко всем нам, нам нужно выбрать открыться и принять приглашение. Вот я стою у двери и стучу. Если кто-нибудь откроет, там будет приглашение, которое дал нам Бог, которое дал нам Иисус. И если мы откроем дверь, он войдет, и мы будем пировать вместе, и мы будем праздновать, и мы будем наслаждаться жизнью. Это также возможность выразить нашу первую любовь к Богу. Насколько Он хочет выразить свою любовь к нам, Он хочет, чтобы мы могли выразить нашу любовь к Нему, потому что это нечто взаимное. Это не одностороннее отношение. Это отношения, которые являются настоящими полноценными отношениями. Так в чем же заключается наш ежедневный опыт первой любви? Знаешь ли ты, есть ли у нас такой опыт? Сталкивались ли мы с этим когда-нибудь? И люди говорят, ну как я могу это сделать? Ну, по своему выбору. Даже если ты не можешь этого видеть, это правда, что это есть внутри тебя. Сделай выбор, дай Богу знать, что я собираюсь открыть эти врата сегодня. Ты можешь закрыть глаза, ты можешь начать медитировать на врата. Ты можешь выбрать, чтобы увидеть картинку, на которой ты открываешь дверь, позволяя присутствию Бога прийти и вовлечь тебя. Для меня это всегда были объятия. Это всегда было объятие. Вот что я испытывал всякий раз, когда открывал эту дверь. Ты знаешь, теперь я понимаю, что внутри этого места есть фонтан. Это источник жизни. Я могу пить из этого фонтана, как сказал Иисус. Мы могли бы это сделать. Реки живой воды потекут в меня, в самую суть моего существа. Все это начало происходить, но именно объятия стали для меня ключом. Так как же Бог выражает свою любовь к нам и к нам самим? И я думаю, что каждый может испытывать это немного по-своему. Но я верю, что это происходит через то, что Он сделал и продолжает делать, через законченную работу Креста Иисуса, через то, что Бог сделал до основания мира, через отношения, к которым Он постоянно стремится, через то, что Он говорит и продолжает говорить, потому что я хочу слышать то, что Он говорит обо мне. И то, что Он постоянно говорит обо мне, чтобы я мог принять это как огромную сумму Его мыслей обо мне через то, чего Он желает и к чему стремится для нас. И я действительно верю, что Он желает, чтобы мы полностью познали глубины этого союза и отношений и полностью приняли то, кем мы являемся на самом деле. Потому что мир нуждается в нас. Будучи всегда доступным для нас, Он никогда не оставляет и не покидает нас. Может показаться, что это так, но большая часть этого – наше восприятие, а не истина. Он никогда не оставлял нас. Всегда желая лучшего для нас, будучи великодушным и щедрым в благодати, принося добро из всех ситуаций в нашей жизни, в которых мы можем совершать ужасные ошибки, но нет ничего, что было бы вне Его способности принести добро из этого и искупить это в нашей жизни. И Он всегда будет делать это, потому что Он милосерден. И я верю, что это происходит через безусловную любовь, безграничную благодать и торжествующую милость. Так как же мы получаем и испытываем Его любовь? Так что примите решение открыть врата для того, чтобы интимные личные и любовные отношения могли начаться. Теперь не живи на ручье, который течет под порогом ворот. Открой их, чтобы ты мог зайти по колено, по пояс, пока это не затопит и не наполнит нас, как изобильная жизнь в нас. Как мы выражаем нашу любовь к Богу? И это не только через хвалу и поклонение, что было бы первым, о чем мы подумали. Ну что же, я выражаю свое поклонение Богу и свою любовь к Нему в песнях поклонения, в песнях хвалы, и это здорово, но этим дело не ограничивается. Это всего лишь один небольшой аспект этого. Так вот, проявление нашей любви к Богу, я считаю, должно быть приоритетом. Это должно быть приоритетом в нашей жизни. Если мы собираемся принять любовь Бога к нам, это должно быть приоритетом, чтобы мы воспользовались возможностью сделать это, как для получения, так и для отдачи. Бог всегда доступен нам и обещает никогда не оставлять и не покидать нас. Поэтому если мы когда-нибудь решим открыть эти врата первой любви, он войдет. Он говорит, слушаем ли мы. Слушаем ли мы приглашение, которое он нам дал, чтобы открыть врата. И вот, как мы мы думаем, что это сделал. Продолжение следует...